привет привет всем снова видосик сегодня запилим такой интересный по просьбе подписчиков на драйв на ютюбе хочу запилить видос по поводу разгона до сотни клинки легать до twin turbo на автомате который уже 206 значит с одной педали с двух педалей коробка будет как обычном режиме power можно секвентальном режиме там попробовать вот блок эфил про субконтроллер топливных карт включен смесь обогащенная значит это я дело все через кабель подключился вот пишу параллельно на логина ноутбук тоже там на драйве подписчик просил скинуть ему значит вот как бы вот еще раз увидим как как должен ехать ли гостин турбовый да у кого как уже чтоб не было вопросов там еще один подписчик попросил там рассказать ну что надо обратить внимание при покупке субаря до конкретно я буду рассказывать про turbo так быстренько вкратце это 15 минут на обзор на что он обращать внимание так что сейчас доедем до места и вернемся так ну все мы на месте поехали поправ пока никого нет с двух педалей режиме power 646 еще монстры не продули сейчас попробуем с одной педали я думаю будет в районе 7 сейчас когда немножко турбо продуем должно быть с двух педалей 6 секунд стандартно и с одной педали должно быть 6 45 так что такие дела еще от резины видимо зависит не поставил 45 профиль летняя резина она гораздо легче чем зимний 50 профиль триангл стояла 215 сейчас 215 45 копирейли пи-семь в принципе продулись можно попробовать вот здесь где-нибудь сейчас попробуем как раз вот здесь сзади никого нет камера пишется так ну поехали шесть девяносто один как я и говорил сейчас еще раз двух педалей попробуем секвентальном режиме я сколько не пробовал в принципе то же самое что пауэр пауэр четко выкручивает до 6 900 пологом я смотрел и переключает то бишь когда там пиковый ну перед отсечкой чтобы не долбился двигатель хотя крутящий момент пик на пяти с половиной этого мощности по моему на 6000 но пауэр все равно будет почти до отсечки секвентальном режиме просто то же самое делаешь но иногда бывает что затупишь как бы в отсечку там долбанешься чуть раньше переключишь как бы если есть автоматический режим чем мозги парить берешь ставишь него и коробка за тебя в суде так ну из двух педалей поехали поехали так 6 секунд 6 0 2 так что все вопросы ну может быть там чуть-чуть начнутся обсуждения что с двух педалей это как бы не по-честному да там надо ехать с одной педали ну не знаю мне так кажется ну если есть такая возможность почему не стартовать с двух педалей я не знаю но есть машина однозначно съедет быстрее однозначно все так что ну вот три заезда до было получается с одной педали 69 да вот можно еще раз наш покупать более-менее продули с двух педалей сначала получил 642 потом 607 а ну вот секундомер моргает видно нет вот ну давайте с одной педали попробуем нет самому тоже интересно первое надувает 9 2 мы подключается килограмм а может более-менее к 6 тысячам раздувается так тут чуть-чуть корочку да а уже все проехали прямым а а а а а а а что а а пройдет нормально вот примерно не знаю давайте пообсуждаем опять как у кого едет замерьтесь прямо не знаю тупо на секундомер это супер и рейс лоджики нам не нужны точные данные нам примерно понять средний результат машин до трубовых именно я на 206 моторах можно в принципе даже есть 208 просто ради интереса насколько коробка уезжает я читал мануалы вот они без проблем из 6 выезжают у кого-то 5 у кого-то 5 и 5 нам года 5 и 7 зависимости от резина от старта от состояния коробки мотора и вообще прокладки и водителем вот здесь на рачах в принципе спустим со сборочки это массово пишутся да еще раз с одной педали просто 640 даже видите получилось турбины продува до с одной педали педаль я не знаю можно даже наверно там из 6 5 и 9 подрочится любишь ну стандартно едет машина вот так вот я не обманываю ничего не говорю как бы не приписываю секунды вот по факту логи скину логи кому надо я сам дома посмотрю мне интересно и пообсуждаем как так почему так машина едет из-за того что в хорошем состоянии двигатель там или то что я сделал там модернизации кое-какие с зажиганием там со вкусом выпуском и футброва этот суп контроллер стоит в общем я только за давайте ставьте лайки большие пальцы подписываемся сейчас я немножко попожать сниму видос на что надо обращать внимание при покупке и конкретно давайте субарей в этом кузове HBE в принципе что турбо что не турбо там все одни и те же болячки там какие нюансы есть так что давайте сейчас приедем и продолжим